Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Сегодня хочу приготовить одно чрезвычайно популярное в Алисийском регионе домашнее блюдо. Оно очень испанское по духу. Я подобного в других кухнях, пожалуй, не встречал. Называется незамысловато, а рос аль орно. В переводе это означает просто «рис в печи», в смысле запеченный рис. Как у любого домашнего и тем более настолько популярного блюда, у него существует миллион разновидностей. Однако есть несколько моментов, которые одинаковы практически для всех вариантов. Во-первых, как несложно догадаться, это блюдо, ну, по крайней мере, на заключительных этапах, готовится в печи, запекается в специальных формах. Во-вторых, в состав входит, как несложно догадаться, рис и среднеазиатский, ну, или турецкий горох. Еще его называют нут, нахуд. Ну, вы знаете, в целях экономии вашего времени я сегодня взял уже вареный. В-третьих, обязательно присутствует картошка, помидоры, мясо. Не все так просто для жителей Иберийского полуострова. Это блюдо чаще всего готовится с тремя разновидностями испанских колбас. Они даже в магазине продаются сразу в наборе чаще всего. Это колбаски из сырого фарша, то есть не сыровяленый, просто сырой фарш, набитый в оболочку. Ну, вы видите, да, то есть кровяная колбаса здесь в составе. Мне она очень не нравится по вкусу, здесь на вся какая-то кислая очень. Смысл использования таких вот колбасок, они из себя представляют, по сути, свежий фарш, упакованный в колбасную оболочку, традиционная испанская всепогощающая лень. Они в любом случае эти колбаски нарезают, потом обжаривают, то есть получают эдакие фрикадельки. Учитывая, что не в Испании такие колбаски купить сложно, я покажу вам вариант гораздо проще. Ну и возьмем фарш, приправим его как положено, получим тот самый фарш для тех самых колбасок, и из них приготовим фрикадельки. Остальные ингредиенты опциональны. На этом затянувшеся вступление закончим. На сковороду налью оливковое масло, ароматного, с горчинки такого, знаете, и довольно много. Пусть греется. На нем надо последовательно поджарить все ингредиенты и подготовить зажарку для сегодняшнего блюда. Если у вас форма позволяет готовить на открытом огне, то сразу в ней все обжаривайте, не пачкайте сковородку. Сначала подрумяню курятину, я взял крылышки. А сам займусь фаршем. В первую очередь приправлю фарш для чариза фреско, в переводе означает чариза свежая, в смысле сырая, не сыровяленая. А теперь фарш для колбасок розовых или красных, не знаю, как назвать. Здесь только соль, перец и чеснок. Он, опять же, гранулированный. Про курицу не забываем. До готовности ее доводить не надо. От этого процесса мне требуется только румяная корочка. Картошку уже надо почистить и нарезать кружочками довольно толстыми. Курицу пора убирать. А в скорую отправлять картошка. Огонь все так же сильный. До готовности не доводим. Подрумянили с одной стороны. Снимаем со сковороды. А сюда отправляются фрикадельки. Если вам нравятся кровяные колбаски и вы их решили в сегодняшнем блюде использовать, то их нарезать, в отличие от тех колбасок, не надо. Обжаривайте прямо сразу целиком. Опять же, их тоже до готовности не доводим. Подрумянили с двух сторон и снимайте с огня. Все эти продукты дойдут потом, в конце концов, в печи. Предварительная обработка всех обязательных ингредиентов практически завершена. Теперь чеснок и совершенно необязательные грибы. Чеснок срезаем вниз. Его надо подрумянить слегка. Смотрите, какие помидоры в магазине нашел. Дорогущие собаки. На что только не потратится для красивого кадра. А второй надо натереть на терке. Грибы тоже не доводим до готовности. Слегка поджарили и снимаем их со сковороды. Так, теперь видим приготовление зажарки. Но сейчас очень много масла. Столько масла для зажарки не нужно. Солью. Вообще, все вот эти подгорелки мне тоже не нужны. Протру салфеткой бумажной, убрав все лишнее. Возвращаю совсем небольшое количество ароматного масла. Вот этого достаточно будет. И чеснок сюда. И сразу же протертые томаты. И надо приправить паприка, конечно, и немного шафрана для цвета. Он в масле и в соке томатов сейчас разойдется, все окрасит. Обжаривать надо до тех пор, пока вся вода из этих протертых томатов не выкипит. И вся вот эта вот паста не начнет прижариваться. Духовка уже должна греться. 200 градусов верхний и нижний нагрев. И если вы, как и я, готовите в сковородке, потом будете форму перекладывать, то ее нужно предварительно раскочегарить. Тоже в духовке, чтобы горячая была. И бульон тоже должен быть горячий. Кстати, неважно, какой будете использовать. Куриный, овощной, мясной, какой вам нравится. В сковороду отправляется рис. Отлично. Ну и пора все собирать в кучу. Отлично. Все, в духовку. Нагрев, я уже сказал, да, верхний и нижний 200 градусов. Время запекания примерно 20 минут. Ждем. Мы должны, наверное, пробы. Начну я, наверное, пожаловаться картошечки. Да. Обратили внимание, да, то есть вот эта сторона, которая в бульоне была, она вся от шафрана пожелтела. Очень красиво. Вообще, испанцы очень любят рис желтить. Шафраном или красителем, там, колорант у них продаются. Это их прям фишка. Классная запеченная картошка. С поджавистой корочкой. Но с ароматом паприки. С ароматом вкусного бульона. Да, да, я не сказал, бульон был соленый, поэтому я не солил на камеру это блюдо, потому что соль уже есть в бульоне. Так. Ну, теперь, пожалуй, что вот эту вот помидорку убрать и курочку. Видите тоже, какая желтая, да? Пожаристый бочок у нее тоже есть. Обалденное сочетание. Одновременно нежности, сочности тушеной курицы и вкуса поджаренного мяса, поджаренных бочков. Обожаю такую курицу. Теперь пришла пора риса с сунутом. Уже желтый, ароматный. Вобрал в себя все ароматы бульона, мяса. Этих фрикаделек. Дайте мне фрикадельку. Этих фрикаделек, которые не стали колбасками и грибов жареных. Очень, очень испанское сочетание. Если сюда еще добавить, как испанцы любят кровяную колбасу, она, они ее с луком делают. Она принесет такую кислинку и луковую сладость одновременно. Мне не нравится кровяная колбаса, поэтому я не добавляю. Но вы, если хотите попробовать, добавьте. И вообще, блюдо настраивается по типу мяса на свой вкус. Главное, с фрикой должно быть обязательно мясо смешано. Хотя бы. А остальное уже на ваш вкус. И обязательно должен быть рис, нут, картошка, помидоры. В остальном творите, выдумайте и пробуйте. Огромное спасибо за компанию, за лайки, дизлайки, за репосты. Напишите, понравилось ли вам такое знакомство с испанской кухней. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok